Было бы естественным наблюдать этого мальчика в детском саду или за игрой с ровесниками на детской площадке. Вместо этого он слоняется с матерью Пайкажева и выпрашивает милостыню, заходя во дворы домов. Кормильца семьи зовут Мухаммад, ему 5 лет, родом из Душамбе. Он практически не разговаривает на русском языке. На вопросы ответить не может. Прокомментировать сложившуюся в их жизни ситуацию не в силах и мать. Как вас зовут? Зарина. Зарина, вы знаете, что вы лещаете ребенка от нормального детства, вовлекая в попрощайничество, знаете? Мальчика не знает. Вот самое время его развития, обучения, его детство, которое уже не вернешь, и вы вовлекаете его в попрощайничество. Вы в курсе? Нет. А? Но это же неправильно. Русский коммунмар не знает, аварий, балетный, гонова русский коммунмар не знает. Ну вот, пятилетний Мухаммад пока еще ничего не понимает. Вот он ходит за вами, доверяет вам, потому что вы его мама, а вы вовлекаете его в попрощайничество. С самого утра и до поздней ночи выходцы из Средней Азии и цыгане заняты попрощайничеством. Ссылаясь на нужду, они клянчат мелочь в любую погоду. Пробуют заработать рубль, используя такие ресурсы, как жалость и настойчивость. Зачастую при выяснении обстоятельств оказывается, что эти люди просто отказываются жить полноценной жизнью. Не хотят сложности в их понимании. Вовлекая детей в попрощайничество и промышляя им сами, горе-родители избегают любую возможность честного заработка. Чаще всего их можно встретить в районе рынка в Назране, старого автовокзала, на перекрестках и рядом с мечетями. Вовлекая несовершеннолетних в такой образ жизни, взрослые искажают видение ребёнка и создают все условия для приобщения его к преступной среде. Говорят инспекторы по делам несовершеннолетних. Их главная задача – защитить права этой категории детей. В Министерстве внутренних дел по республике Ингушетия на постоянной основе реализуется комплекс мероприятий, и направленный на профилактику противоправных действий в отношении несовершеннолетних, в том числе вовлечение их в антиобщественную деятельность. Так, по итогам 2021 года на территории республики зарегистрировано 11 преступлений, в которых родители тем или иным образом вовлекали своих несовершеннолетних детей в попрощайничество. В соответствии с требованием 120-го федерального закона об основах профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в целях своевременного оказания квалифицированной помощи данным неблагополучным семьям. Работа с данной категорией родителей проводится совместно со всеми субъектами профилактики, а именно социальный отдел, органы опеки и попечительства и, конечно же, комиссиями по делам несовершеннолетних. За последние три года в Ингушетии увеличилось число эмигрантов из Средней Азии, которые и занимаются попрощайничеством. Депортировать их на родину было трудно из-за нестабильной эпид-ситуации. Согласно указу президента Российской Федерации, на протяжении последних двух лет на территории всей Российской Федерации действовали так называемые ограничительные меры, или же по-другому ее называли миграционная амнистия, которая накладывала ряд ограничений на выдворение иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Однако, ввиду улучшения эпидемиологической обстановки, данные ограничения сняты, и работа в этом направлении сейчас будет, естественно, активизирована. Просит подать ради Всевышнего, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Проклят тот, кто просит ради Аллаха и отказывает ради Аллаха». К примеру, у этого мужчины облюбованное место рядом с ИРКБ. На виде ему около 50 лет. Основное занятие – одергивать прохожих, выпрашивать деньги или продукты, которые посетители больницы несут, навещая родственников. «А вы откуда сами?» «Из Таджикистана». «Что вас подвигло, чтобы попрощайничать, скажите?» «В нашей родине в больнице лежит, в Чучунех, туда надо ехать, в Маргабек». Чтобы разжалобить прохожих, попрощайки используют таблички с перечнем заболеваний. У некоторых есть и медосвидетельствования, в основном вымышленные, так сказать, рабочие. Своим обманом они ставят под сомнение диагнозы тех, кто действительно испытывает проблемы со здоровьем и нуждается в содействии со стороны. Для начала, прежде чем взяться помочь потенциальным больным, нужно узнать, где и когда поставили диагноз, куда он уже обращался за лечением. А если человек отказывается, то в поддержке он точно не нуждается. И попрощайничество просто выбрано им легкий путь заработка. Адам Мережков, Новости 24.